Матчи Локомотив и Рубин всегда очень сложные, всегда мало голов, но много эмоций. На мой взгляд, игра закономерно завершилась ничью. Две команды очень старались и в целом был такой неплохой футбол, но в обороне играли лучше, чем в атакующих действиях. Свои моменты, которые создавали, мы не использовали. Вопрос касательно чемпионата. Даже сейчас на трибунах и в целом у поля не очень комфортно и поле достаточно мягкое, но еще предстоит сыграть два тура, еще кубок. Плюс вообще стоит нам играть в декабре и в конце ноября, на ваш взгляд? Наверное, стоит, потому что сейчас уже совершенно другие стадионы стали и подогрев неплохой на всех практически стадионах высшей лиги. Ну, а по-другому календарь составить невозможно, раз мы перешли на новый, на европейский такой принцип игры. Ну, я не вижу вариантов других. Сложности сейчас будут, но а что ты сделаешь? Сложности для болельщиков и для игроков тоже самое. Но вариантов других нет. Юрий Павлович, Федор Смола сегодня вперед долгое время вышел в основе. Как оцениваете его игру и по вашему чему он был недоволен после замены, потому что там злился очень сильно? Да, игроки всегда, когда они выходят, вернее, когда их меняют, они выходят довольны, а когда их меняют, они всегда недовольны. Либо своими действиями, либо партнерами, либо соперниками, а может быть и тренером недовольны, чтобы поменяли. Ничего страшного, это нормальный процесс в футболе. Что здесь такого? Как он игру провел, он очень ее провел старательно, но для форварда нужны голы. С чем связана такая пассивность Локомотива в концовке, когда у Рубина были шансы забить? Я не видел пассивности Локомотива. Рубин имел шанс забить Рубин, так же, как и мы имели шансы забить Рубин. Очень хорошая команда, как она может без шансов быть? Это команда, которая очень хорошо организована, особенно в линии обороны. Они играют, на мой взгляд, в обороне, наверное, лучше всех у нас. Они, по-моему, меньше всех пропустили. А вообще сохранился баланс, по-моему, 10 побед у Локомотива в чемпионатах и 10 Рубина. Поэтому закономерная ничья. А пассивную я что-то не увидел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова